Всем привет! Сегодня я хочу с вами поговорить о фаворитах, но фаворитах немножко нестандартных. Мы отойдем сегодня от темы декоративной косметики, потому что, в принципе, я часто об этом говорю у себя на канале. Если вы смотрите мои видео, вы знаете, что я люблю, что я постоянно использую, что я хвалю. А вот сегодня мне хотелось сосредоточиться на чем-то таком, что я крайне редко или практически никогда не упоминаю на своем канале, но я постоянно это использую, и так или иначе все это все равно относится к бьюти. Поэтому сильно отстраняться от общей нашей темы мы все равно не будем. И что меня также очень радует, многое из того, что я вам сегодня покажу, проверено реально годами. Поэтому это не какой-то новый фаворит, который появился у меня вчера, но, кстати, вдохновением для этого видео стал как раз-таки новый мой фаворит, который появился у меня как раз-таки благодаря моей блогерской деятельности, потому что компания связалась со мной, предложила протестировать бьюти-подушку. Я сначала немножко удивилась, потому что я, в принципе, услышав это словосочетание, у меня не возникло никаких ассоциаций абсолютно. Я даже представить себе не могла, что такое бьюти-подушка. Поэтому мы с ними договорились, что я возьму их товар без каких-либо обязательств, потестирую, и если он мне действительно понравится, и я посчитаю его интересным не только для себя, но и для вас, в принципе, то только тогда я расскажу о нем в видео. И как вы уже поняли из контекста, раз я об этом рассказываю, значит, есть о чем рассказать. В общем-то, первое, о чем я сегодня хочу поговорить, это подушка бьюти-слип. Самое главное, что отличает эту подушку от всех остальных, это, естественно, ее форма, потому что она уникальна. Она разработана таким образом, чтобы не создавать заломы на лице во время того, как мы спим. Согласитесь, мы проводим в кровати каждую ночь очень много часов. И если вы замечали, что вы с утра встаете, и лицо у вас помятое, вот я вам очень рекомендую послушать, о чем я буду говорить, потому что, возможно, эта подушка является классным для вас выходом. Конечно, я не считаю, что один какой-то гаджет, или один какой-то прибор, или один какой-то крем, или поход к косметологу может реально решить вашу проблему раз и навсегда, и ни одна морщина не коснется вашего лица. Но все важно делать в комплексе. И если вы действительно заботитесь о том, как выглядит ваша кожа на лице, и вы не хотите раньше времени провоцировать какие-то морщины, то все нужно делать в комплексе. И уход хороший подключать, и массаж, и к косметологу ходить. И в том числе и позаботиться о том, как вы спите. Потому что наши привычки сна, особенно плохие привычки сна, такие как спать на животе, лицом вот так вот в подушку, или даже когда мы спим на боку, мы не осознаем, насколько деформируется вообще кожа. И из-за того, что во сне мы проводим довольно много времени, ну в среднем там скажем 7 часов, то за эти 7 часов ежедневно мы получаем какие-то заломы, которые со временем трансформируются уже в постоянные морщины на нашем лице. В чем принцип конкретно этой подушки? У нее очень странная форма, я такую раньше никогда не встречала. С каждой стороны там предусмотрены своего рода такие как выемки. И когда вы спите на боку, основной упор у вас идет где-то приблизительно на вот эту вот часть. То есть на ухо вы опираетесь и на голову. А все лицо, по сути, находится в этой выемке. Из-за чего и не формируются все эти заломы. И в принципе, ваше лицо абсолютно никак не соприкасается с подушкой. Также по центру подушки находится тоже небольшое такое углубление для того, чтобы спать на спине. И когда вы спите на спине, вот ровно лежите на этой подушке, вот прям максимально это удобно, потому что голова немножко как получается утоплена. Но в то же время эта подушка ортопедическая в первую очередь. Поэтому анатомически у вас все правильно, позвоночник ровный, нигде там ничего не перегибается. Также сверху и снизу там разработаны поддерживающие валики. Тот, который поменьше, как раз таки для поддержки вашей шеи. А тот, который побольше, он предназначен для верха вашей головы. Ориентироваться, кстати, можно по бирке. Если вы лежите прямо, она будет в верхнем левом углу. Сама подушка, кстати, сделана из материала Memory Foam. То есть она еще и дополнительно адаптируется под вашу какую-то уникальную анатомию. Как я и сказала с самого начала, подушка немножко странноватая на вид. И это не то, что купил и бездумно положил на кровать и как бы пользуешься этим. То есть у нее есть какой-то период привыкания. Ее нужно распробовать, приучить себя правильно спать. И только после этого действительно станет удобно. Потому что изначально первые пару ночей, да, наверное, даже первую неделю, может быть, полторы, я ловила себя посреди ночи постоянно на мысли, что я как-то не так лежу. То есть мне надо там подвинуться немножко, чтобы угадать с этой выемкой. Или я там чуть-чуть не попала, чуть-чуть выше или ниже я там лежу. И если вы заинтересуетесь этой подушкой и решите ее себе купить, то к этому нужно относиться действительно серьезно. Потому что подушка реально приучает нас спать правильно. То есть без каких-то дурацких поз. Нельзя подкладывать там руку вот так вот под подушку. И это действительно создает некий дискомфорт первое время. Но в то же время это то, что отучает нас от дурацких привычек, которые деформируют нашу шею. Я уже здесь даже не говорю просто о бьюти-эффекте, да. То есть я недавно была у невропатолога на приеме, и он мне сказал, что сейчас вот тупо каждый первый имеет искривление шеи. Потому что все мы лежим в кровати, уткнувшись в телефон, в айпад, что-то такое. Основные плюсы, которые я лично для себя отметила после использования этой подушки, это первое. За все время использования ни разу у меня на лице не было заломов. Я даже засняла в один день, как я проснулась, и у меня вся левая сторона была помятая. Прямо вот все руки, бок, ноги, там все абсолютно было такое как скомканное, но лицо при этом было абсолютно разглаженное, то есть абсолютно никаких заломов при этом не было. Также ни разу не замечала отечности лица, что в принципе тоже замечала ранее. На подушке после того, как к ней уже привыкнешь, реально удобно спать, комфортно, приятно, сама подушка очень качественно сделана, никаких к ней нареканий нет. Наволочка тоже обалденно приятная, это не просто хлопок, это эвкалиптовое волокно. Насколько мне известно, первоначальный концепт подушки Beauty Sleep был разработан в Великобритании, а дальше уже доработан и сейчас выпускается в России. Подушка эта тоже защищена патентом, то есть это их технология, которая не просто была откуда-то скопирована, а именно разработана. Что касается минусов, тоже хочу о них упомянуть, потому что я очень много чего позитивного рассказала, ну и естественно, мне подушка понравилась, поэтому я все искренне вам рассказала, все, о чем я заметила. Но я вам также искренне хочу рассказать и о недостатках. Первый недостаток это, наверное, стоимость, потому что подушка, ну откровенно говоря, не дешевая. Но если у вас хороший уход, вы часто посещаете косметолога, вы ходите в салоны красоты, то и это будет тем шагом, который стоит добавить в свою жизнь, для того, чтобы еще больше эффект в итоге получить. И вот так вот чисто для сравнения, я вам сейчас показываю баночку сыворотки, это сыворотка Дорфан Продермин. Эта баночка одной вот этой сыворотки стоит дороже, чем подушка. И если посчитать, что эта баночка, ну сколько она у меня проживет, ну может месяца три, то подушка у меня проживет пять лет, после чего ее рекомендуется заменить. И если в уравнение добавить еще срок использования, то, соответственно, получается, что подушка уже не настолько дорого стоит. Второй минус, который я отметила, также относится именно к тому, что изделие очень уникальное, наволочки можно будет купить только конкретно на этом сайте, то есть у этого производителя. Обычные наволочки не подходят для этой подушки. И последний минус, который я для себя отметила, он такой немножко раздражающий, но в то же время я понимаю, что, наверное, это и хорошо. Это то, что подушка абсолютно не подходит, когда вам просто хочется поваляться, знаете, поваляться на кровати, может быть, что-то почитать, или, я не знаю, посмотреть телевизор. Вот абсолютно она не подходит. Это не та подушка, которую, знаете, там подмял под себя, как-то удобненько пристроился, и ты на ней валяешься. То есть нет, это подушка исключительно для того, чтобы на ней спать. В общем-то, я надеюсь, как вы поняли, подушка Beauty Sleep, это действительно что-то такое ноу-хау, чего я раньше на рынке вообще не встречала, то есть даже и близко ничего такого мне не попадалось. Поэтому, если вы заинтересовались, я очень рекомендую вам перейти на сайт, ознакомиться еще больше с информацией, которую они там предоставляют на сайте, как они это все расписывают. И если вы сделаете для себя вывод, что она вам нужна, и вы можете ее позволить, я, конечно же, рекомендую вам ее купить. Я уверена на 99%, что вы не разочаруетесь. Ссылку на подушку Beauty Sleep я, конечно же, оставлю вам в описании под видео. Переходите, смотрите, знакомьтесь. Продукт действительно интересный. Ну а теперь с подушкой мы закончили. Я хочу рассказать вам еще о нескольких гаджетах, которые я использую постоянно. Один из них я откровенно ненавижу, просто адской ненавистью, но я постоянно его использую. Это вот такой вот эпилятор для лица от Brown. Когда-то мне тоже его прислали для обзора, я тоже сделала обзор, и с тех пор прошел уже, по-моему, не один год, и я каждые две недели его достаю. Я ненавижу эту процедуру, потому что это очень болючая процедура, выдергивать волосы на лице, но тем не менее я постоянно это делаю. Если вы замечаете, что у вас на лице много пушка, от которого хотелось бы избавиться, будь то что-то локальное, например, как верхняя губа, или, я не знаю, может быть по всему лицу, я вам советую обратить внимание на этот эпилятор. Выглядит он вот так вот. Честно говоря, я уже даже не помню, какая это точно модель. Здесь вроде написано 5365. Наверняка сейчас уже какая-то обновленная версия этого эпилятора есть, но принцип там один и тот же. Питается это с помощью одной пальчиковой батарейки. Батарейки хватает ненадолго. Вот эта штука, кстати, жутко прожорливая, и я заметила, что лучше батарейку в середине не хранить, потому что даже от хранения батарейка разряжается. Это, кстати, конкретный минус. Здесь в комплект также входит насадка тоже для умывания. Вообще никогда не пользуюсь. Бестолковая штука, на мой взгляд. Также здесь есть вот такое вот маленькое компактное зеркало с увеличением. Очень удобно, когда нужно рассмотреть детально какую-то зону, которую вы эпилируете. Ну и, собственно, щеточка для очищения. Все. Что касается самого эпилятора, он крутится в обе стороны. То есть сначала можно включить его влево, потом можно вправо. В зависимости от того, как растут волосы, или один, или второй режим будет для вас более удобный. То есть это будет либо за ростом, либо против роста волос. Короче, штука реально работает. Она очень классная. Хватает приблизительно результата мне, по крайней мере, на две недели. То есть каждые две недели я его достаю заново и подвергаюсь этим пыткам. Но, тем не менее, потом кожа настолько гладкая и приятная. И косметика, кстати, сверху ложится гораздо лучше, чем на пушок. Еще один прибор, который у меня в пользовании уже больше года, по-моему, уже года полтора, наверное, я пользуюсь вот этой вот щеткой. Это звуковая электрическая щетка от компании Sarmo Care. Когда-то я заказывала ее на китайском сайте, по-моему, на Gearbest. И вот с тех пор постоянно пользуюсь. Здесь несколько режимов очищения для чувствительных зубов, массаж, отбеливание и полировка. Честно говоря, редко я использую какие-то режимы. Чаще всего просто на обычном стандартном очищении я чищу зубы. И вот после того, как она у меня появилась, я действительно поняла, что такое чистые зубы. Потому что, когда елозишь обычной щеткой, нет такого ощущения чистоты во рту. Вот когда первый раз пользуешься, после этого кажется, что зубы какие-то аж наполированные. Вот когда делают профессиональную чистку в стоматологии, то вот приблизительно такой же эффект. Даже хочется облизывать зубы. Они все-таки гладенькие, какие-то наполированные. Я считаю, это супер просто приобретение за совсем немного денег. Потому что стоит она тоже недорого. И, кстати, советую сразу покупать вместе со сменными вот этими насадками. По-моему, они там на Гербесте стоят 4 доллара за 2 штуки, там как бы комплект. И сразу взять штук 5, знаете, чтобы надолго хватило, чтобы не надо было потом заказывать отдельно именно этот расходник. Щетка это, как видите, практически в идеальном состоянии. Я бы сказала, может быть, пластик, ну, немножко пожелтел. Но в целом она вот как была, так и осталась. Ничего с ней не случилось, не ломалась она у меня ни разу. Также к ней, естественно, идет отдельно док-станция. Заряжать ее тоже нужно очень редко. За эти полтора года, может быть, я ее раза 3-4 заряжала. Но не больше точно. И, кстати, что мне особенно нравится, это то, что у этой щетки встроенный таймер на 2 минуты с перерывами каждые 30 секунд. То есть она приучает чистить зубы правильно. Ты начинаешь чистить сначала верхний ряд. С левой стороны, к примеру, чистишь вот эти 30 секунд. Потом она вибрирует. Ты переставляешь, начинаешь правый ряд как бы чистить верхний. Потом опять вибрации. В общем-то, таким образом ты чистишь зубы ровно столько, сколько нужно по рекомендациям стоматологов. И уделяешь каждой зоне внимания. Короче, если хотите хорошую звуковую щетку, но и при этом недорогую, вот 100% такую рекомендую. Еще одна штукенция, которой я пользуюсь, можно сказать, даже практически ежедневно. Ну или, по крайней мере, каждый раз, когда я делаю макияж, это вот этот вот набор для бровей от Real Techniques. И здесь в комплекте также еще идут три кисти для бровей. Но кисти это не основное, из-за чего я люблю этот набор. Главное, из-за чего я люблю, это из-за потрясающих просто щипчиков. Опять-таки, очень давно они у меня появились. Идеально вообще работают. Абсолютно они, ну как бы ничего с ними не случилось. Ни визуально, ни в плане того, как они работают. И ножнички тоже потрясающие тоже. Абсолютно не затупились, ничего с ними не произошло. Я вот так вот их и храню в этом чехольчике родном, который уже такой чуть-чуть, он у меня поюзанный, как видите. Но, тем не менее, действительно надолго хватает. И я посмотрела, еще этот набор производится. Его можно купить. Он стоит в районе 20 долларов. Но это действительно покупка на года. Вот, то есть, если вы хотите сразу, чтобы у вас были и щипчики, и ножнички, вот такие косметические, классного качества, вот купите этот набор, не пожалеете. И последние две фигнюшки, можно сказать. Я уже докинула это видео. Первое, что хочется порекомендовать, опять-таки, постоянно я это использую, это вот такие вот заколки-крокодильчики. У меня очень прямые волосы. Вот просто прямее представить себе сложно, потому что абсолютно любые заколки, любое вмешательство, любые резинки обязательно оставляют заломы у меня в волосах. И как-то мне кто-то, не помню даже кто, порекомендовал, что вот такие вот крокодильчики созданы как раз-таки для того, чтобы не создавать эти заломы. Ну, скажем так, так как у меня очень супер, мега просто прямые волосы, если я буду держать ее в волосах долго, все равно сформируется залом, хоть и не такой сильный, как от любых других заколок, которые вы себе можете представить. Но если я подержу эту заколку где-то минут, ну, 10-15, там, где-то, может быть, 20 в волосах, то очень велик шанс того, что волосы не заломаются и укладка моя не испортится. Поэтому, в принципе, они тоже абсолютно недорогие, просто можете погуглить, не знаю, заколка крокодильчик и купить ту, которая вам там больше всего понравится, или по цене устроит, или по отзывам. И также недавно в своем видео об ошибках в макияже, я показывала вам вот эту вот штуку, Dooswitch. Это приспособление для быстрой очистки кистей, но не для мытья кистей, а именно для быстрой очистки. То есть, если вам нужно снять излишки косметики с уже использованной кисти, вы вот так вот несколько раз проводите по поверхности, и, в принципе, этого достаточно для того, чтобы снять главный пигмент с кисти, чтобы потом, когда вы возьмете какой-то другой оттенок, они не мешались при этом. Но, естественно, это не поможет, если у вас кисть уже в использовании, не знаю, месяц, и там она уже видала все цвета радуги, то, конечно, это не поможет, ее нужно полноценно помыть. Но в рамках одного макияжа, если вы, к примеру, используете разные цвета, и потом вы хотите к какому-то другому вернуться, то вот так вот быстренько очистить тоже можно. Кстати, лайфхак, если не хотите покупать конкретно вот эту штуку, можно купить бублик для волос, который используется для того, чтобы пучок делать себе на голове. Он, в принципе, из такого же материала. Но я, честно говоря, не вижу смысла. Мне кажется, можно купить и вот это, потому что на Алиэкспресс можно их найти. Не обязательно покупать оригинальную там за 20 долларов. Вполне можно там за, не знаю, доллара 2, наверное, 3 купить вот именно полноценную такую штуку. Она идет тоже с крышкой. Но если для вас бублик достать проще, чем заказывать, допустим, даже с Алиэкспресса, то можете использовать бублик или, на крайний случай, даже полотенце. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и было для вас полезным. Если так и было, конечно же, поставьте ему палец вверх. Также, если вы впервые на моем канале или еще до сих пор не подписаны, то можете подписаться, нажав на круглую конку вот здесь вот. И сейчас YouTube тоже предлагает вам другие мои видео к просмотру. Если не смотрели, советую посмотреть их. А если вы их уже смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней. Спасибо.